В Беларуси захоронили останки советского летчика Николая Пшенко, которые в середине февраля были переданы в Краснодаре представителям белорусско-российского патриотического проекта «Морское братство Нерушима». О судьбе героя войны и его фронтовых товарищах, которые остались покоиться на Кубанской земле, расскажет наша белорусская коллега Лариса Кучерова. Последние мгновения жизни смертельно раненый советский летчик Николай Пшенко продал задорого. Направил подбитый истребитель на фашистскую зенитную батарею. Старший сержант родился на белорусской земле. Погиб, защищая солнечное небо Кубани. Останки пилота и обломки его боевой машины почти 72 года пролежали на вершине горы Гойтх. Недавно их нашли участники поискового отряда «Подвиг» из города Геленджик. Летчиков Пшенко Николая Михайловича, благодаря нашим туапсинским коллегам, мы обнаружили возле поселка Гойтх, неподалеку от поселка Папоротный. Значит, он упал самолет И-153 «Чайка». И далее уже продолжалась поисковая работа. Мы нашли останки самого летчика. Значит, это было для нас нелегкое время, потому что все-таки погода, крутые подъемы, спуски. Весь фюзеляж, все фрагменты самолетов были прострелены вражескими пулеметами. В последнем бою, а противостояние было 1 к 6, отстрелял весь боеприпасов, почти не было в самолете. Так погиб Николай. Эта смерть была геройская и вечная ему слава. Дорогие друзья, сегодня для нас особенно важно быть вместе. Проводить такие акции, подчеркивая наше братство и единство. Передавать память о тех страшных событиях подрастающему поколению. И благодаря таким акциям мы понимаем, что связь поколений не прервется. Чтобы помнили наши дети-внуки, те трагические страницы нашей страны. И делали все, чтобы они тогда в жизни не повторялись. Эти мероприятия нужны не мертвым. Эти мероприятия нужны живым. Останки героического летчика Пшенко похоронили со всеми воинскими почестями в деревне Слобода. Рядом с могилой его матери Марии Семеновны. В годы войны она потеряла двух сыновей. Оба числились пропавшими без вести. Мария Пшенко прожила 103 года и до последнего дня ждала и верила, что сыновей найдут. Возвращение белорусского летчика на родину стало возможным благодаря акции «Морские крылья Родины», которую проводят активисты Международного патриотического движения «Морское братство Нерушима». Кубанские поисковики передали реликвии, связанные с именами еще двух наших земляков – летчиков морской авиации, погибших при обороне Черноморского побережья Краснодарского края. Это старший сержант Николай Михалкович и гвардии младший лейтенант Сергей Горовцов. У летчиков в тельняшках есть одна судьба, и одна судьба – не вернуться из моря. Поэтому, если они погибали, могилы, так же, как у всех моряков, у них было море. Мы нашли эти останки, потому что они дотянули до берега. Поэтому сегодня эти имена вернулись. Акция «Морские крылья Родины» стартовала в Краснодаре. Белорусский этап прошел по родным городам летчиков, и повсюду российских поисковиков встречали радушно. Эта памятная доска с гильзы, в которой находится земля с места гибели Сергея Горовцова, сделана руками поисковиков из клуба «Подвиг». Таким образом, жители Кубани отдали дань уважения белорусскому летчику, погибшему, защищая их небо. Родился Сергей Горовцов в деревне Маслаки, городецкого района Могилевской области, в дружной крестьянской семье. Он очень любил свою семью, потому что у них было, представляете, 13 детей. С 13 выжило 9. Они жили очень бедно, вы не представляете. Мне отец говорил, что вот они сядут за стол, вот так вот только отвернуться, то уже нечего было есть. С детства у мальчика было две мечты – летать и лечить людей. В 1940-м он оканчивает Могилевский медицинский техникум, однако любовь к небу одерживает верх. Здесь, на летном поле Могилевского аэроклуба «Осавиахима», курсант Сергей Горовцов делал свои первые шаги в небо. В канун войны Горовцов становится курсантом Ейского военно-морского авиационного училища имени Сталина. В июне 1942-го молодого пилота направляют в 32-й истребительный авиаполк военно-воздушных сил Черноморского флота. Уже в августе летчика представляют к боевой награде. В воздушных боях смело решителен. Стрелять с дистанции 30-50 метров. В загородке промежуток времени с 21 июня по 11 августа 1942 года имеет 31 боевой вылет с общим налетом в 26 часов. Провел 6 воздушных боев, в которых сбил 3 самолета противника. В небе Кубани нашим летчикам-черноморцам противостояли асы Люфтваффе. На счету каждого по 300 часов налета. В своем полку Сергей Горовцов был одним из лучших. В 1943-м ему присвоили звание младшего лейтенанта. 21 июня он ушел на боевое задание и не вернулся. В основном летчики-истребители жили до 5-6 вылетов. Весь боекомплект самолета – это всего 17 секунд. Противостояние наших летчиков с малым часом налета, но с геройским сердцем, с желанием защитить Родину. Они превосходили все мыслимые пределы. Спустя 65 лет после гибели останки белорусского летчика захоронили на воинском мемориале города Геленджик. В эти дни вспоминали имя еще одного белорусского героя – старшего сержанта Николая Михалковича. Его отец и брат ковали победу на земле. Николай в небе. Он прошел славный путь. Он был стрелком метким, самоотверженным. Ну, герой-воин. Через много лет, благодаря поисковой группе краснодарцев, нас нашли от нас, от всех от родственников и от тех, кто потерял на этой войне родных. И благодаря им были обнаружены низкий поклон. Не все имена летчиков морской авиации, среди которых сотни наших земляков-белорусов, вписаны в мрамор обелисков. Почти все они погибли со своими боевыми машинами. Сотни самолетов по сей день лежат на дне Черного, Азовского, Балтийского и Северных морей, в Приазовских плавнях и горнолесных районах Кубани и Кольского полуострова. Международная патриотическая акция «Морские крылья Отечества» – дань памяти подвигу россиян и белорусов, судьбой которых стало морское небо Родины.